4 сентября в воскресенье в 10.30 в сквере Героев состоится торжественное открытие памятника героическим защитникам Горловки. Памятник состоит из БМП-1 и памятного камня. На торжественное открытие приглашаются жители Горловки и гости города. Гуманитарный батальон «Ангел» передал городской больнице номер 2 новый аппарат искусственной вентиляции легких. Его главное преимущество – мобильность, возможность использования как стационарно, так и в каретах скорой помощи. ИВЛ – очень важный элемент для оперативной реанимации пациентов. Особенно это важно в нашем прифронтовом городе Горловка. Сегодня у нас достаточно торжественное мероприятие. Очень для нас важное для города, потому что, к сожалению, не все принимают проблемы, не все на них отлетаются. И одни из таких людей, которых мы знаем, которых мы очень уважаем, которых очень любят Горловчане – это Монитарный батальон «Ангел». Они сегодня приготовили нам ударок одной из больных. Я думаю, что они озвучат, что они привезли. И мы, в свою очередь, будем очень благодарны с уважением. У нас есть запасной ЭБЛ – это аппарат искусственной вентиляции легких. Бывает такое, что человек, например, легко расцвелили, и как бы оно сворачивается, и человек не может уже дышать. И не довозят до скорой реанимобиль, потому что нет как раз таких аппаратов. Ну, во всяком случае, в большинстве случаев именно так происходит. Поэтому мы знаем, что у вас есть огромное количество слюнных пунктов, которые под обстрелом каждый раз. И эта штука может кому-нибудь спасать жизнь. Мы привезли ее, и она очень неудобная тем, что она автомобильная. То есть она не стационарная, автомобильная. То есть можно ее, к большому счету, поставить даже в любой автомобиль, и можно спасти человеку жизнь. Сегодня, 31 августа, в Горловке состоялось специальное огошение марки номер 46 – Горловский институт иностранных языков из серии «Высшие учебные заведения Донецкой Народной Республики». Данное событие является историческим, потому что теперь художественную марку номер 46 будут ассоциировать с горловским иньязом. «На самом деле, действительно, очень гордимся такими мероприятиями, потому как наши дети, наши потомки будут изучать историю и в том числе по почтовым знакам, нашим маркам, которые мы выпускаем. Они будут спрашивать родителей, дедушек, бабушек, что такое была Донецкая Народная Республика и как она начиналась. А начиналась и протекала она в том числе и, наверное, в определенной мере благодаря вузам, нашим высшим учебным заведениям, которые здесь развиваются, которые дают знания, которые дают платформу для молодежи, а если не будет молодежи, то не будет государства. Поэтому это очередная реперная точка в нашей истории, которую сегодня мы ставим, и я надеюсь, она будет жирной и для нас, и для наших поколений». Будь в курсе последних новостей, подписывайся на наш канал «Горловка.Сегодня» в YouTube, а также на наши соцсети. Не забудь поделиться видео со своими друзьями.